Добрый день, коллеги! Меня зовут Бурнос Николай. Я работаю научным сотрудником лаборатории фитопатологии Института защиты растений. Сегодня мы с вами находимся на полях в посевах озимой пшеницы Института защиты растений. В сорт представлен здесь элегия с нормой высева 4,5 миллиона схожих семян на гектар, с фоном удобрений азотных более 200 килограмм, с большим урожайным потенциалом, на котором в данном вегетационном сезоне заложены опыты компании Сингента. Несколько слов о фитопатологической ситуации в данном посеве. В этом вегетационном сезоне на озимой пшенице присутствуют такие болезни, как септориоз листового аппарата. Как можем видеть здесь, единичные признаки поражения мучнистой расой представлены в данных посевах. Что касается болезней колоса, то, как и по всей Беларуси, в наших посевах присутствует фузориоз колоса, является наиболее вредоносной болезнью, можно сказать, на пшенице. Также септориоз колоса присутствует в посевах озимой пшеницы. В последние годы в наших исследованиях мы часто наблюдаем увеличение присутствия на озимой пшенице такого заболевания, как желтая пятнистость. Возбудителем является перенофора тритицей репентис. Какой интересный момент этого заболевания в условиях, допустим, наших полей и, в принципе, Республики Беларусь. Поражение на листовом аппарате, который вызывает данное заболевание, очень схожа по своим симптомам на поражение озимой пшеницы, допустим, септориозом, в частности, септорией надором. Дорогие друзья, добрый день. Мы находимся на опытном поле Института защиты растений. Компания «Сингента» продолжает делать опыты с нашими препаратами на пшенице, на тритикале, на ячменях. И в этом году не исключение. Мы делали очень большое количество вариантов. Хотелось бы поделиться с вами некоторыми из них. Вот здесь на делянке, на которой мы стоим, что здесь мы видим. Ну, во-первых, хочу сразу показать контроль. Вот здесь вот не обрабатывали никакими препаратами, никаких фунгицидов не вносили. Мы видим четко, что уже флаг-лист практически сгорает. Он буквально, ну, максимум, наверное, дней 5 постоит, и все будет желтое. Поскольку он поражен болезнями, вот Николай рассказал, какие болезни, в основном, там, из рода септориозов поразили его. А с правой стороны мы видим делянку. Вот даже невзирая на краевые эффекты, мы видим, какой чистый посев. Это трехкратная система обработки фунгицидами от компании Сингентин. В первую стадию, в 32-ю, было внесено, был внесен Амистар Экстра в дозировке 0,75 литров на гектар. Во фазу флаг-листа, это где-то была 37-я, 39-я стадия, внесли Элатус Рия 0,5 литров на гектар. И по колосу был внесен наш новый препарат, мы уже не будем скрывать его название, Миравис Эйс. Это наш новый препарат, блокбастер, мы его называли в свое время X7. На самом деле мы раскрыли сегодня этот продукт. Мы посмотрим его и в двукратном, и в однократном применении, и вы видите его сильнейший потенциал по сравнению даже с другими препаратами, которые сегодня мы будем видеть. Таким образом, трехкратная система защиты на вот этой делянке, мы видим, насколько чистый флаг-лист, подфлаговые листья, колос. Мы не видим никаких здесь практически изъянов. Все здоровое, все достаточно хорошо выглядит. Потенциал урожайности именно на вот этой вот делянке, я думаю, достаточно большой будет. Для контраста мы показали контроль, поэтому мы видим, что тот, кто применяет трехкратную систему, мы рекомендуем применять именно таким образом, чтобы действительно раскрыть потенциал вашего поля, вашего растения. Следующая наша схема для тех, кто применяет фунгициды двукратно. То есть здесь, на вот этой делянке был применен Амистар Экстра, фазу 32, и по флаг-листу был применен наш новый препарат Миравис Эйс. Вот можете посмотреть его потенциал, сравнить с контролем, который мы показывали. Флаг-лист чистый, вот колос чистый. Мы видим, насколько сильно держат эти фунгициды, насколько сильная защита держит от болезней. Септориоз фактически только-только на самых нижних листьях он только проявляется. Вот, а первый-второй ярус, он достаточно чистый. Полагаем, что и на вот этой схеме, на этой делянке мы получим достаточно высокий потенциал урожая. Это именно для тех, кто применяет препараты, фунгициды двукратно и хочет получить максимум со своего поля. Коллеги, ну вот продолжая демонстрацию наших схем, дальше мы показываем вам однократное применение того же Мирависа по флаг-листу. По флаг-листу, пожалуйста, вот можете посмотреть, в каком состоянии находится пшеница. Вот, кое-где, кое-где проскакивает болезнь на подфлаговом листе. Но, в принципе, она достаточно чистая. Для того, чтобы понять более подробно, нужно сказать, что здесь внесение было 8 июня. То есть прошло уже практически 5 недель. 5 недель потенциал защиты препарата очень сильный оказался. Мирависейс работает достаточно долго. Как мы уже вам и рассказывали, он содержит новую молекулу адипидин. Адипидин с пропиканазолом, известным нашим триазолом. Тем не менее, потенциал адипидина настолько силен, что в течение 5 недель мы видим такой вот зеленый, такой лист. Достаточно сильная защита, однократная обработка. Это для тех, кто вносит фунгицид на пшеницу однократно. Мы рекомендуем для получения тоже максимальной выгоды, максимальной урожайности для тех, кто вносит однократно фунгицид. Для сравнения можете посмотреть контроль. Вот с одной стороны, в каком состоянии он находится. То есть тут все, тут тоже флаг лист вздыхает. Он уже потенциал свой заканчивает. Ну и немножко пройдя, мы можем посмотреть в соседнюю делянку. Здесь был внесен препарат конкурента. Вот мы видим, в каком состоянии находится тоже посев. То есть 5 недель для его слишком много. 4, где-то 3,5-4 недели он выдержал. Уже на пятую неделю больше уже потенциал его, так сказать, не раскрылся. Он остановился в своей защите. Ну и здесь, коллеги, мы видим еще один вариант, вариант конкурента. Конечно, мы видим тоже, что потенциал этого препарата намного слабее, чем Мирависа Эйс. Хотя тут еще, да, лист еще и зеленый есть много. Но уже поражено много болезнями. Тот же самый флаг лист. Мы видим, как он поражен болезнями. То есть потенциал этого препарата достаточно большого в стоимостном выражении, но ниже, чем Мирависа Эйс в однократном применении. Здесь тоже было однократное применение в стадии 37-39. Вот, как и предыдущего нашего конкурента. Тем не менее, мы видим сильную сторону Мирависа Эйс. Насколько сильнее, длительнее его защита от болезней на пшенице. Достаточно капризной культуре по отношению к болезням. Следующий вариант у нас, вариант однократного применения препарата Элатус Эйс. Невзирая на то, что у него содержится не такое большое количество салатенола, как у Элатус Ария, тем не менее, мы видим достаточно хорошую защиту флаг листа. Да, там уже проявляется, уже пошли на флаг листе кое-где болезни. Естественно, потенциал его не такой большой, как и у Элатус Ария, как у Мирависа Эйс. Но, тем не менее, мы видим хорошую защиту. Для сравнения, здесь мы можем смотреть, можем увидеть препарат конкурента. Я не буду называть его название. Тем не менее, хочу сказать, что разница в стоимостном выражении, ну, в таком же находится он примерно состоянии. Примерно такая же защита, уже проявляется болезнь на флаг листе. Но, что касается гектарной стоимости, то Элатус Ария намного ниже, чем препарат конкурент, который мы смотрели. По эффективности они приблизительно одинаковы. Следующая схема у нас – однократное применение препарата Элатус Ария в дозировочке 0,6 литра на гектар по флаг листу. Ну, мы видим, естественно, его сильную сторону. Он хорошо держит флаг лист, он здесь болезней только единичные, маленькие пяточки проявляются. То есть, в течение пяти недель при таком интенсивном поражении, дожди, тепло, вот он хорошо выдерживает, делает свою работу. Поэтому, соответственно, там карбоксамида поболее. И это как раз видно на вот этом участке, насколько он сильнее держит лист от поражения болезнями. Следующий у нас вариант – это вариант внесения уже по колосу. Мы видим здесь внесение магнела по колосу. Первая обработка была Элатусом Ария, где-то в 34-ю стадию, как фоновая. Дальше внесение было магнела. Мы видим вот здесь достаточно серьезный, достаточно чистый лист, чистый колос. Вот, полагаю, что он будет один из таких вариантов, который тоже покажет свою, раскроет свой потенциал, покажет хорошие результаты. Рядышком у нас другой препарат, уже препарат конкурента, тоже по колосу. Первый был, первый был Элатус Ария в 34-ю стадию и по колосу, в 65-ю стадию был внесен препарат конкурента. Ну, по колосу судить пока трудно, болезни пока сильно не проявляется, но мы видим, что флаг лист здесь больше поражен. То есть магнела лучше защищает флаг лист от болезней, нежели препарат конкурента, колосовой препарат конкурента. Ну и в своем основном выражении мы тоже найдем здесь преимущество при внесении магнела по сравнению с препаратом конкурента. Субтитры создавал DimaTorzok